Если верить информации на этом плакате, то благоустройство набережной началось 30 июня 2020 года. К 12 ноября левый берег реки Сатис напротив парка имени Зернова будет выглядеть так. Архитектора Ульяновской мастерской придумали для сравчан витализирующий парк. От латинского слова «vita» – «жизнь». Предполагается, что эта территория станет местом, где горожане будут восстанавливать свои внутренние силы и заряжаться позитивом. Работы по благоустройству набережной ведутся уже два месяца. Репортаж мы начали снимать на прошлой неделе. За несколько дней кардинальных перемен не видно. Разве что дорожку, которую начали делать, частично засыпали песком. Тогда же мы обратились в администрацию города за комментарием по благоустройству левого берега Сатиса. Но до сих пор чиновники не смогли выделить время и рассказать о том, кто выполняет работы, сроках реализации проекта и сумме контракта. Всю информацию, представленную в этом репортаже, мы нашли в открытых источниках. Генеральным подрядчиком выступает смоленская фирма «Причал». Стоимость контракта – 29 миллионов 243 тысячи рублей. К середине ноября этого года эта территория должна кардинально преобразиться. Если, конечно, верить дизайн-проекту. В техническом задании основными статьями расходов стоят транспортно-пешеходная сеть, озеленение территории, система видеонаблюдения и оповещения, установка входных групп. На малые архитектурные формы заложено чуть больше 700 тысяч рублей. Территория, которую предстоит благоустроить, занимает чуть больше 12 гектаров. Она протянулась от Маслихинского моста на севере до нового моста на улице Строитель Захарова на юге. На востоке она ограничена Домом ученых и малоэтажной застройкой, на западной стороне – речкой Сатис. Напомним, что левый берег Сатиса будет благоустроен по программе формирования комфортной городской среды на основании голосования горожан на портале «Голос.За». В рамках этого же проекта в прошлом году проводили реконструкцию лыжной базы. Елена Грецкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.